Спонсор программы «Стройка века» – гипермаркет будивельных материалов «Нова Линия». Информаційный партнер программы «Газета Сорока». Здравствуйте! Вы смотрите программу «Стройка века». Меня зовут Марлена Дельшаев. У вас строительство дома или ремонт в квартире? Вы не знаете, какие стройматериалы приобрести? На чем можно сэкономить? А на что лучше не пожалеть денег? На эти и многие другие вопросы я постараюсь вам ответить. Ремонт закончен, мебель в доме. Чего-то не хватает. Небольшие штрихи в украшении интерьера. Правильно подобранные шторы помогут сделать помещение уютнее и теплее. И способны преобразить даже самый бюджетный ремонт и сделать его ярким и неповторимым. Шторы – это одежда любого помещения. Они делают его уютнее. Вносят завершающую часть во весь интерьер. Для того, чтобы шторы действительно дополняли внутреннее пространство помещения, они должны быть правильно подобраны. А еще лучше, если шторы будут пошиты на заказ в соответствии с эскизами, которые дизайнер разработал именно для вашего помещения. Шторы должны сочетаться с интерьером, окнами и карнизом. Как в любом дизайнерском вопросе, в оформлении окна мнения ведущих специалистов, отвечающих за интерьер квартиры, также разошлись. Одни считают, что цвет, фактура и рисунок ткани должны соответствовать стилю и цветовой гамме мебели. Другие полагают, что оформление интерьера нужно начинать с окна, а все остальное логично встроится потом. Но одно является бесспорным. Шторы играют определяющую роль в интерьере любого помещения. Любой интерьер кажется незавершенным без текстильного оформления. Даже самое интересное оформление решает этой задачи. Без текстиля не обойтись практически ни в одном доме, ни в одной квартире. Шторы, создание интерьера, текстильного дизайна – это целое искусство. И чтобы решить эту задачу, над этим работают дизайнеры, закройщики, портные, монтажники. Умело подобранные шторы позволяют создавать интерьеры небывалой красоты. Разнообразие тканей и оттенков очень велико. Хотите однотонные ткани, ткани в клетку, полоску, горошек – пожалуйста. Тем более, что такие расцветки считаются классикой. А потому они всегда в моде и очень популярны. В последнем сезоне в моду вошли больше бирюзовые оттенки, фиолетовые оттенки. Но это то, что касается современных интерьеров. А то, что касается классики, остаются те же тенденции. Вообще, когда меня спрашивают, что сейчас в моде, это немного неправильный вопрос. Тут важно не то, что модно, а то, что подходит, то, что соответствует вашему интерьеру. Тогда оно смотрится целостно. В узоре по-прежнему модны флористические орнаменты, имитация синтетических тканей под натуральный лен, кожу и даже мех. В общем, штора – уникальная деталь интерьера. Она способна в корне изменить наш взгляд на жилище, добавить теплоты и уюта в современный стиль. Но не стоит забывать о том, что немаловажным фактором является и правильный подбор карнизов. Карнизные системы тоже совершенствуются с каждым годом. Для классики используются гипсовые системы, несущие стойки из полиуретана. Облегченный материал сейчас используется полиуретан. Раньше использовались гипсовые стойки. Гнутые профиля. Много очень используется алюминиевых профилей различных систем, которые позволяют подчеркивать форму окон, различные изгибы, эркеры и так далее. Все это, конечно, только опытный дизайнер может вам подсказать, что лучше будет в той или иной ситуации. Вообще, при выборе подходящих штор для своих окон нужно учитывать некоторые особенности. Во-первых, то, что оформление окна нельзя осуществить без привязки к другим деталям интерьера. Мебели, напольным покрытием, абажуром, потолку, так как все это работает на общую идею. Так великолепно смотрятся длинные шторы в комнатах с высокими потолками. А вот при низких потолках строгие шторы с ненавязчивым вертикальным рисунком визуально придадут комнате недостающей высоты. Многие ткани по-разному выглядят при естественном и искусственном освещении. И при выборе штор это надо учитывать. Так прозрачный муслин, освещенный солнцем, дает эффект матовости окна. А вечером, отражая электрический свет, становится непрозрачным, создает иллюзию защищенности. Для спальни, как правило, ставится задача защиты от солнечного света, от шума, от посторонних глаз. Поэтому для спальни я рекомендую более плотные шторы. Плотные ткани. Если вы выбрали портирную ткань тонкую, не страшно. Вы можете поставить ее на более плотный подклад. Если ставится задача сделать днем-ночь, тоже все это выполнимо. Тогда используйте ткань Blackout. Тканик предназначен для защиты от ярких солнечных лучей. И днем действительно можно сделать состояние ночи, полную темноту. Скажем, для кухонных окон ставится задача практичности. Здесь чаще используют ролетные шторы. Современные ролеты представлены у нас в огромном ассортименте. И ткани ролетные, моющиеся, очень удобно использовать на кухне. Уход за выбранными шторами тоже очень важен. Регулярное удаление пыли нужно, чтобы ее частицы не въедались волокна ткани. После того, как пыль проникла в ткань, удалить ее очень сложно. Лучший и наиболее эффективный способ – проветривание штор, благодаря которому они всегда будут чистыми. Это широко открыть окно и позволить им колыхаться на ветру в течение нескольких часов. Запах пыли, который со временем появляется в подкладке, исчезнет. Если вы сможете проводить эту процедуру один раз в месяц, ваши шторы всегда будут свежими. Сегодня при богатейшем выборе разных тканей, их расцветок и фактур, можно подобрать такие шторы для окон, которые будут отвечать не только вашему вкусу, но и создадут неповторимый стиль, поднадоевшему за несколько лет интерьеру квартиры. Так, что он заиграет новыми красками. Далее в нашей программе – постоянная рубрика полезных советов. Обои – это традиционный и широко используемый отделочный материал. Хотя в последнее время материалов для отделки стен появилось огромное количество, но обои вполне заслуженно занимают лидирующую позицию. Этому служат три неоспоримых фактора. Во-первых, дешевизна. Во-вторых, возможность их поклеить самостоятельно, не имея особых навыков. В-третьих, если они надоедают, их достаточно просто заменить. Итак, сейчас мы попробуем разобраться, на что необходимо обратить внимание при покупке обоев. То изобилие обоев, которые предлагаются современным рынком, классифицировать можно, например, по таким параметрам, как вид поверхности, рисунок, влагостойкость, плотность и так далее. Самые простые обои – это обои бумажные. Варианты отличаются тем, что есть бумага однослойная, есть двухслойная. Обои преимущества – они экологически чистые, стены при этом дышат. Хорошо берут детские, детские садики, в детские комнаты детские садики, так же самое пансионат и санаторий. Обои практичны, недороги, удобны. Следующий вариант обоев, который тоже достаточно часто пользуется спросом, так как у всех у нас есть кухня – это моющиеся обои. В верхний слой идет виниловые обои, в нижний слой бумажные обои. Винил идет тисненный, то есть под резину. Моются губкой с применением моющих средств. Если где-то вы их испачкали, без проблем намочили, вымыли, обои не теряют краску, потому что сверху идет как пленка. Потом очень сейчас модно и достаточно перспективно обои под покраску. Есть ширина 1 метр 6 сантиметров, обои идут на флизелиновой основе. В чем это преимущество от бумажной основы? Когда вы клеите, вы мажете только стену. Обои мазать не надо. Из натуральных обоев наиболее популярны бамбуковые. Они великолепно смотрятся в общем интерьере помещения. Поверхность таких обоев неравномерна. Что лишь дополнительно подчеркивает натуральность их происхождения. Также такие обои довольно долговечны, устойчивы к сырости и прекрасно сохраняют тепло. Также есть бамбуковые обои. Натуральный бамбук распиленный и нанесенный на тканевую основу. А как они клеятся? Они клеятся специальными клеями. Есть контактный клей, который вы наносите сзади полосами на тканевую основу. Клей высыхает, начинает становиться прозрачным. Придавили к стене, 3-5 минут клей схватился, у вас обои приклеились. Но его большим метражом наклеить можно. Высота 90 см, длина отрезали по стене. Для отделки, если вы хотите состыковать, например, сделать выше, есть молдинги, соединения, окончания, если вы хотите сверху клеить обои. Также есть углы. Для любых цветов. Да, под цвет обоев бамбуковых. Это у нас пробковые, да? Пробковые обои. Что они из себя представляют? Натуральная пробка толщиной 2 мм. Отличная шумоизоляция, не боится ударов. И теплые они. И теплые, да. Достаточно практичная сама по себе очень. Пользуются популярностью такие обои? Или еще не выросли? Еще, наверное, люди не выросли до них. Если бамбуковые, да, то уже как-то пробковые еще не так сильно, в принципе. А здесь в пластинах? Да, здесь если рулонами, то здесь плитами. Плита 30 на 60, в принципе, толщина та же самая. Ну, здесь более под натуральный дизайн сделано. Если она здесь как бы шлифована, идет здесь. Ну, да, здесь фактура совершенно другая. А когда их клеить, стыковать, ну, как бы большое количество стыков получится. Ну, удобнее же клеить рулонами? Нет, ну, как бы стыки здесь, если стены у вас ровно не совсем заметны, если стыки заметны, нулевочкой, шкурочкой аккуратно проходятся, ну, подтираются, стыки у вас не видно, в принципе, получается. Есть на бумажной основе, как обои. Пробка, нанесенная на бумажную основу, то есть клеится как обои. Ага. Тоже ты пояснишь. Это дешевле, я так понимаю? Нет, они дороже. Почему? Ну, натуральная пробка и полный кислой пробки на бумагу? Ну, здесь как бы из-за дизайна, из-за идеи. А. Поэтому, да, больше. Больше из-за эксклюзивности. Поэтому они чуть дороже. Просто, в принципе, выделить какую-то зону под натуральным, таким рулонам без проблем можно. Потому что, например, ну, немногие боятся вот этих швов. Ну, в принципе, людям объясняем, что шкурочкой ничего не будет. Клей под пробку, он сам идет, потому что многие тоже боятся, что клей будет выступать. Клей под пробку, он сам идет по цвету пробки, то есть коричневый. Ага. Поэтому никаких таких, да. Чтобы глаза бросаться не было. Да, либо бесцветный, либо коричневый. Особо заметно не будет. Но в любом случае в рулонах на сегодняшний день больше популярности пользуются? Да, в рулонах, да. Стоит отметить, что декор обоев должен сочетаться с другими предметами окружающей обстановки. Особенно с текстильным декором. Шторы из тканей компаньонов, а также соответствующие подушки, чехлы на мягкую мебель и так далее. Поэтому не стоит покупать то, что сразу попалось на глаза. Ведь от правильно подобранных обоев зависит общий интерьер помещения. Если у вас возникли какие-либо вопросы или предложения, звоните по телефону, номера которых вы видите на экране своего телевизора. И откройте для себя ИТВ на нашем официальном сайте. В следующей программе я дам вам еще несколько дельных советов, которые, безусловно, помогут в строительстве дома вашей мечты. Ну а на сегодня у меня все. С вами была программа «Стройка века» и я, Марлен Адельшаев. Ровно через неделю мы обязательно увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова